И приветствую вас друзья, с вами Гастролер. Да, давненько я ничего не записывал, никаких видео, наверное уже месяца два, о том уже даже и больше. Ну, было на этом масса причин, одна кстати из которых я больше ударился, так скажем, в заработок в сети, в заработок в интернете, создал отдельный канал, создал новую группу ВКонтакте. Ну, собственно, видео будет, разумеется, не об этом, если кого-то интересует заработок в сети, в интернет, ну, все нужные ссылки будут, вы знаете где, в описании под этим видео. Переходите, присоединяйтесь, я буду очень рад моим, так скажем, постоянным зрителям и подписчикам уже теперь на новом канале. Ну, давайте вернемся в Вегу Конфликт, так скажем, посмотрим, что тут Вега Конфликт нам приготовила. И я так смотрю, что, в принципе, ничего в игре особо так не меняется. Игра просто-напросто у нас остановилась, зависла, так скажем, на одном месте. Кстати, хотя, разумеется, кексы пытаются нас всеми возможными способами убедить в обратном, убедить в том, что это не так. Вот они тут придумали новую фишку, битва за планету, в которой разыгрывают уже сейчас никому не нужный хлам. И, кстати, даже такие корабли, как вот Фрегато Спрей, я уже думал, его больше никогда в жизни не будут разыгрывать. А тут хлоп, он, гляньте, появился. Он у меня, кстати, как вы видите, не открыт. Вот, ну, блин, это очень странно на самом деле. Ну, Фрегат, кстати, как Фрегат, как корабль, говно, разумеется, полнейшее. А в данный момент времени, так вообще, это, ну, просто такое древнее уже. Это я даже не знаю, с чем его сравнить. Единственное, что в нем классное, у него вот три слота. И из него можно сделать достаточно вместительный такой, быстроходный. И, наверное, неплохой грузовоз. Ну, не знаю даже, кому сейчас оно надо, учитывая то, что вот эти вот новые корабли, Ксена там и ОСХ, они и так сами по себе возят там груза достаточно. Вон один штурмовик, вот этот бесстрашный, он полтора ляма груза возит без всяких там дополнений, без трюмов, ну и без всего остального. То есть, ну, опять же, повторюсь, да, Кексы пытаются нас всеми силами убедить в том, что игра развивается, в том, что она как бы движется там куда-то. Но, на самом деле, действуют уже Кексы очень предсказуемо. Просто уже до смешного доходит. Даже вот они уже просто тупо не меняют картинки. Видите, вот бесстрашный штурмовик новый, который у нас относится к новому корпусу Аксис. Ну, это зеркальное просто отражение штурмовика-разрушитель, которому тут в картинку добавили несколько цветов, там поменяли вот этот значок, шильдик, добавили тут новые модификации, там плазма 20% и гармоническую маневренность. Ну, это фишка, которая у нас добавляет скорости всем кораблям, которые во флоте. Работает она, разумеется, только с оборудованием для вот этого ОСХ и только с тем оборудованием, в котором стоит вот гармоническая маневренность плюс 2. То есть, недостаточно просто взять там и открыть этот штурмовик и поставить его себе во флот. Вам еще нужно его правильно оборудовать. То есть, поставить гармонический вот этот вот двигатель новый, поставить гармонический щит, там. Потом, скорее всего, появится какая-нибудь гармоническая там дробилка-убивалка. Ну, в общем, как бы ничего особо не меняется в игре, как я погляжу. Вот она как-то зависла в таком, ну, в одном месте, скажем так. И уже вот на протяжении последнего года, вот всего 2017 года, она просто вот тупо идет по накатанной. То есть, даже сейчас, вот на сегодняшний день, я не вижу особого смысла рвать жопу и открывать вот эти вот все призы прям в этом ивенте, и в который вот он, вот он сейчас начнется, там, через 4 часа. Потому что через 2 дня там будет какая-нибудь мобилизация или какое-нибудь истребление пришельцев. И эти призы, опять же, будут разыгрывать. Вот это только гармонический экзофазный щит. И его уже разыгрывают третий или даже четвертый раз. Но это точно уже даже и не вспомню. Видите, я тут даже некоторые технологии даже не открывал. Такие там, вон, как вольфрамовая броня, там, ну, блин, ну, пипец какой-то. Зачем она нужна, блин, к чему она? Прочность у нее там не больше, чем у такой уже более-менее стандартной, там, ксеноброни, да? Ну, странно, короче. В общем, понятное дело, что в следующем месяце там разыграют линкор. Через месяц там разыграют, не знаю, там, новые сменницы. Ну, и дальше, короче, понакатанные, то есть, ну, вообще, в общем, кексы ничего нового в игру на самом деле не добавляют. Они вроде бы как и добавляют постоянно какие-то новые-новые технологии, какие-то новые фракции. Но на самом деле все вот это добавление вот этих каких-то новых вещей в этой игре, оно просто-напросто обычного обывательского игрока. Того игрока, который не собирается сюда вкладывать, там, тысячи баксов, там, не собирается даже 100 баксов сюда вкладывать, оно его просто отбрасывает на столетия назад. Я, например, не представляю себе вообще, как сейчас новые игроки, которые заходят сегодня в эту игру, как они тут будут играть и как они будут вот этого бесстрашного штурмовика открывать, я вообще не могу себе это представить. Ну, просто настолько это сложно для меня сейчас представляется. На самом деле, ну, на сегодняшний день проходить все вот эти события, лично мне, вот, человеку, да, который уже там, ну, почти три года я играю в эту игру, вот, для меня это уже не составляет вообще никакой сложности, никакой проблемы. У меня открыты все нужные технологии, есть там все нужные корабли, на них стоят там все нужные и ненужные там плюшки. Ну, в общем, как бы, в принципе, все нормально оборудовано там, есть всякие вот эти пришельцы там, истребители, стоят вот эти лазерные тут турели. Ну, в общем, все, как говорится, по последнему слову техники, вот, поэтому, как бы, проходится это все достаточно легко. Ну, это для меня, да, вот человек, который пришел там и, ну, там, месяц-два там играет, мне просто очень часто пишут, вот, ВКонтакт пишут и сюда в YouTube о том, что, там, помоги, там, расскажи, как мне развиться, там, как мне, там, уничтожить, там, вот этот корабль, как мне, там, побыстрее базу свою раздут до 60-го левела. Ребят, вот, вот честно отвечаю, блин, я сейчас просто даже не представляю, как это делать. Это мне на самом деле нужно сесть, так, собрать, там, все мысли, там, всю свою волю в кулак, там, и просто опять заново, опять, вот, разбираться с самого начала, чтобы выстроить правильную, так скажем, технологию, правильную последовательность развития в этой игре. Потому что за последний год, ну, даже года еще не прошло, да, тут сколько у нас прошло, 9 месяцев. За последние 9 месяцев тут кексы так перевернули эту игру с ног на голову, что уже, ну, просто очень сложно на самом деле все это делать. Давайте. Подход у кексов к игре стал достаточно странным. Получается, что плати или умри, это просто, ну, реально, путь в никуда. То есть, не заплатил, там, не смог что-то сделать. Заплатил, молодец. То есть, ну, в принципе, выезжают игроки, там, моего уровня, да, они там выезжают. Те, которые начали играть еще до появления вот этих вот всяких Ксена, там, Аксисов и всего остального. Те игроки, которые начали играть в тот момент, когда были демоны, когда развивались демоны, потому что им все-таки демонам дали какой-то промежуток времени, ну, такой, ну, достаточно большой, чтобы развиться, чтобы у людей появились эти корабли, чтобы они их смогли понастроить. Ну, и дальше они уже при помощи этих кораблей уже смогли себе и Ксена открыть, там, и все остальное. А сейчас, ну, просто, там, еще не успела Ксена закончиться, они уже демонов начинают. Если так дальше пойдет, то я даже не представляю, что они, там, в новом году будут придумывать. Там осталось, ну, реально, там, придумать только кнопку, уничтожить всех в секторе, там, заплатить, там, за эту кнопку, там, тысячу баксов, там, и будет сидеть какой-нибудь, там, китаец, там, я не знаю, там, или кореец, там, блин, обезбашенный, и будет, там, эту кнопку, там, сидеть, там, ту-ду-ду, там, нажимать и взрывать, там, сектора, там, один за другим, потом раз, там, перелетел в другой, и тут всех убит, там, бабах. Это просто пипец. В общем, короче, жесткая такая вот херня происходит. Хотя, несмотря на это все, конечно же, остается масса людей, просто огромная масса людей, которые готовы платить, и которые, в принципе, будут продолжать дальше платить за эту игру. А с другой стороны, получается, что у кексы, как-то, даже над нами издеваются, они нам так, знаете, тонкий такой намек. Ребята, все, что вы построили до этого, полное дерьмище. Вы можете теперь это все отправлять в утиль, потому что мы уже, но, придумали новый, вот, крейсер сторожевой, и новый штурмовик бесстрашный. Я только-только начал, вот, там, разрушителей, знаете, собирать флот, короче, там, докачал их всех до МК-3, там, ну, даже я еще флота не собрал, у меня только два полностью готовы, еще два готовы наполовину, и два там еще в стройке, как бы, находятся. Вот, то есть, еще нужно, ну, по меньшей мере мне, чтобы их полностью, вот, без этих разрушителей, господи, собрать, все шесть штук, и нормально их снарядить, мне нужно еще, ну, хотя бы месяца-полтора, а тут уже новый штурмовик. Я вот теперь сижу и думаю, блин, вот, что делать, реально? Брать, вот, бесстрашного открывать, начинать его строить, да, если так дальше пойдет, то пока я буду его строить, там, откроется какой-нибудь новый, там, мега-ксена, там, какой-нибудь супер бесстрашный штурмовик. Ну, вот такая вот петрушка, короче, сейчас происходит в этой игре. Это так, небольшое, наверное, отступление, вступление, а может и главные тезисы, которые, в принципе, стоит здесь отметить. Ну, набор призов, как бы, стандартный. Я даже не знаю, что советовать, тут не советовать конкретно, потому что, ну, настолько просто быстро, интенсивно, сейчас меняется все в игре, в этой вега-конфликт, что за ней уже просто тупо не успеваешь уже за этой игрой. Опять же, повторюсь, что даже не вижу сейчас смысла надрывать жопу, там, открывать вот этот штурмовик бесстрашный, открывать вот этот форсажный двигатель, ну, вот, блин, ну, просто реально нет никакого смысла, потому что там через месяц, ну, блин, даже вот в этом месяце, я уверен, стопудово будут вот это все разыгрывать еще, хотя бы, по меньшей мере, один раз. Потому что, опять же, повторюсь, да, вот этот гармонический, экзофазный щит, блин, название такое красивое у него на самом деле, его уже разыгрывают, вот, точно могу сказать, что третий раз, а то, может, уже и четвертый. Вот, поэтому, ну, смотрите сами, как бы, на свое усмотрение. Могу только одно сказать, наверняка, что по-любому нужно брать, ну, максимальный уровень, который возможен, потому что все-таки вот эти вот новые корабли, у них достаточно большие вместилища, в них можно много всунуть, и поэтому, ну, нужно брать по максимуму, там, третий левел, там, у двигателя нужно только третий левел брать вам, второй вам будет не нужен, первый тоже не нужен. Вот, ну, фазовый вот этот гармонический щит, его нужно, наверное, второй, третий хотя бы открыть, да и первый тоже не помешает. Броня, вот это я лично считаю, что она нахрен не нужна. Вот эти, значит, авианосис паладин, ну, авианосис по-любому надо открывать, это тут вообще без вариантов. Зеленые НЛОшки, ну, смотрите уже сами, как бы у меня НЛО напополам, там есть и зеленые, и вот эти новые, аксисовские НЛОшки, ну, и все остальные корабли, как бы, видите, как обычно здесь кексы у нас нагружают, вон, полный, блин, тут пакет, короче, полностью ксена, все, которые есть, опять же, ксенодвигатели, ксенопушкин, самонаводящиеся ракеты, ну, в общем, то, что уже теперь, получается, отходит у нас на задний план, они опять это все разыгрывают. И, конечно же, они теперь проводят сразу параллельно с ивентом, с основным, они проводят еще вот эти планетарные битвы, ну, тут, опять же, всякий хлам, короче, сбор хлама, авианосец Вальгала, ну, это если у вас вообще никакого авианосца нет, ну, да, его стоит открыть. Крейсер Судьба, нахрен вам не нужен, забудьте за него. Фрегато Спрей, если вы собираетесь специально из него строить, ну, какие-то там, я не знаю, грузовозы, то это, ну, это просто бред, реально, не нужно тратить на него время, он того не стоит. Эсминит Сайкс, тоже говно полное, забудьте за него, он вам 100 лет не нужен. Штурмовик Гореал, ну, учитывая те обстоятельства, что кексы сейчас уже официально объявили, что появятся новые тяжелые ульи, там, которые будет супер-купер, там, сложно убить, ну, и, соответственно, этому у них в восхождении появляется вот этот штурмовик бесстрашный, вот, соответственно, вот эти вот штурмовики старого образца, скажем так, они, конечно, уже не какашки будут, и вы новые ульи ими точно не убьете, я так думаю, ну, хотя время, как говорится, покажет. Ну, и линкор Дредд, если для фарма, сейчас, в принципе, нормальный корабль. Замедляющая лучевая пушка. Интересное оружие, странно, что пока что еще не появилась какая-нибудь новая ксенозамедляющая пушка в игре, ну, скорее всего, она появится там немножечко попозже. В свое время это было очень грозное оружие, просто нереально грозное, все его боялись, ну, сейчас оно, конечно, уже отошло на задний план, после того, как пофиксили ему дальность очень сильно, оно уже стало не такое эффективное. Ну, в принципе, возможно, оно вам пригодится. Ну, и все остальное, это обычные стандартные пушки, которые вроде бы, как там, ксенотехнологиями немножечко улучшены. Обычного улучшения касается больше урон, там большая дальность становится, ну, и там дальше по списку, это просто нужно открывать уже и самому, наверное, там как-то сравнивать. Отражающая броня появляется теперь у нас, я смотрю, тут в ивентах, ну, и остальная вся другая броня тоже стопудово появится. Эскадрилья перехватчиков, это уже полное старье, которое, ну, вот разве что на вот этом вот, авианосце Вальгала, там можно использовать, ну, и на других, там более современных, конечно, тоже можно. Так, что тут у нас еще? Башня с разрывной пушкой, нахрен вам будет не нужна, это 100%, а вот эскадрилья перехватчиков для базы, вот это важная фишка, ее стоит открыть, ну, третий уровень, разумеется, второй, первый вам не нужен, как вы видите, я его не открывал и даже и не собираюсь. Еще одна интересная фишка появилась, кстати, с этого вот нового ивента у нас в игре, у нас появляются вот такие вот штучки, это спецсредства, такие, для ускорения постройки кораблей, причем, в Сековских, ускоряет вот этот конкретно на 12 часов, и истекает он через 4 дня после того, как вы его взяли, как я понимаю, стоит он целых 300 тысяч вот разведданных, ну, как бы, немало, тут, который ускоряет на 8 часов 200 тысяч, на 4 часа 100 тысяч, ну, и на час ускоритель, я даже, я не знаю, нахрена он нужен, и тут же есть ускорители для Веги, ну, для обычных кораблей Веги, и тоже, кстати, цены у них точно такие же, как и на ВСЕКовские, хотя, Вега, понятное дело, она немножечко хуже по своим параметрам, чем ВСЕК, ну, с другой стороны, на сегодняшний день, они между собой уже все-таки немножко уравнялись, как это будет работать, я думаю, объяснять, ну, тут особо нечего, то есть, вы взяли эту херню, у вас там что-то строится в порту, нажали, у вас ускорилось там на 12 часов, то есть, ну, когда вы там просите помощь Альянсу, у вас там ускоряется там на сколько-то процентов, да, а это будет вот там сразу на какое-то время ускорять, ну, в принципе, что еще, да, а, вот, еще вспомнил, появилась новая фишка у нас, да, вот тут вип ранги, как вы видите, у меня ноль, потому что я нищий студент, у меня нету денег, я, нет, деньги у меня, конечно, есть, ну, я не вкладываю просто деньги, в игры, считаю, это бессмысленной тратой их, ну, хотя, конечно, если бы у меня, может, были там где-то миллионы аккумулированные лежали, может, я чтобы сюда и вкладывал, ну, нет, навряд ли, ну, ну, ладно, речь не об этом, появились вот эти вип ранги, тут все расписано, рассказывать нечего, читайте сами, разбирайтесь, ну, опять же, чтобы получить хотя бы первую лычку, нужно тысячу монет было купить, 500 я монет когда-то давным-давно покупал, ну, когда это было, ну, когда я покупал торговый модуль, это было уже года два с половиной, наверное, назад, ну, точно два года назад, тогда это дело стоило, там, что-то порядка двух с половиной долларов, то есть, сейчас оно стоит пять, тогда это стоило два с половиной доллара, вот, и я, как бы, прикупил вот этих вот, ну, монеток для того, чтобы купить торговый модуль, вот, то и все мое вложение, так скажем, в эту игру, слава богу, что пока что нету вот этих лычек, ну, они, как бы, как вы видите, не висят, вот над игроками, хотя, в презентации кексы говорили, что каждый там будет лычками этими помечен, ну, судя по всему, наверное, потом все-таки передумали, потому что, ну, чтоб вообще не опускать вот нас, нищебродов, да, тех, у кого там нету возможности, нету денег, или просто нет желания пополнять сюда, там, что-то вкладывать, чтоб вообще нас там ниже плинтуса не опускать, чтоб люди не стали просто массово бросать эту игру из-за вот этих вот лычек вип рангов, они решили, наверное, их не ставить возле наших логинов, возле наших ников, возле наших планет, ну, хотя, они, собственно, здесь появились, конечно, да, читая тут описание, они тут дают, ну, невероятные возможности, тут ускорение, там, изменение имени, там, снижение стоимости изготовления, снижение стоимости ремонта, короче, тут куча всяких преимуществ, их тут целых 10 рангов, на 10 ранге, даже вот тут доходит до 50%, там, то, что строится, увеличивается, вмещается, не знаю, очень такое, на мой взгляд, спорное решение, хотя, конечно, во многих онлайн играх вводят вот эту вот хреновину, с другой стороны, те игроки, которые могут себе позволить это и так ускорить, скажем так, ну, ускорить себе за деньги, да, они и так это сделают, а получается у них там, ну, просто супер, мега, пупер преимущество среди всех. Вот, в принципе, такая вот петрушка творится в игре Vega Conflict, не знаю, будем дальше наблюдать, смотреть, к вопросу о том, собираюсь ли я игру в ближайшее время бросать, пока что не собираюсь, хотя мысли такие посещают все чаще, вот, ну, пока что не собираюсь. Ну, то такой вот обзор, ребят, немножко, так сказать, мыслей своих выложил, изложил об игре, о том, что в ней творится и происходит, надеюсь, не сильно вас загрузил, надеюсь, видео вам понравилось, не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на новый канал, это такая себе реклама, да, там, канала заработки в интернете и на новую группу, возможно, нам с вами вместе удастся создать команду, которая, ну, сможет, если не круто, играть в Вегу Конфликт, то нормально в интернете зарабатывать. Ну, всем удачи в игре, выиграть все желанные призы, до новых встреч, и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok